МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Весело живём. В наркопритоне на улице Юбилейной найден тайник с трупами. Главная безопасность. Госавтоинспекторы пригласили на встречу представителей рязанского мотосообщества. Не стираются, не стареют и не повторяются. Ни одному гангстеру не удалось уничтожить линии на кончиках пальцев. Уже в третий раз за последний месяц дом на улице Юбилейной появляется в сводках происшествий. И чем дальше, тем страшнее. В начале апреля у шестого подъезда мусоровод задавил парня, лежащего около помойки. Затем 28-летний мужчина заявил о внезапной пропаже своего деда. Однако в ходе расследования выяснилось, что именно внук причастен к исчезновению пенсионера. Молодой человек жестоко убил родственника в собственной постели, расчленил труп и закопал его в лесопосадке. По одной из версий, дед поплатился жизнью за то, что отказывался продавать квартиру. После убийства, благодаря внучке, жильё в считанные дни превратилось в самый настоящий притон. Девушка, которой едва исполнилось 18, приглашала в гости всех, у кого было спиртное или наркотики. Соседи устали натыкаться на шприцы под своими окнами. И вот буквально на днях в злополучной квартире уже спешили пожарные. Они обнаружили главную страшную находку – тайник с трупами. Пожар, который спровоцировала, скорее всего, непотушенная сигарета, начался незадолго до полуночи. Спасатели вывели из квартиры четырёх человек, но запах трупного яда, стоявший в помещении, заставил специалистов задержаться. Прибывшие на место происшествия полицейские отодвинули диван и обнаружили крышку люка. От такой картины понятым стало не по себе. Внизу лежали полуразложившиеся тела. Их количество пока неизвестно. Перепуганные соседи вспомнили, что примерно полгода назад в их доме семейная пара искала пропавшую девочку, которую так и не нашли. Кстати, сама хозяйка, девушка, заправлявшая нарковечеринками, тоже исчезла. Возможно, она знает ответ на главный вопрос – кто и за что убил этих людей. В эти тёплые майские дни по всей России байкеры и мотолюбители официально открывают новый мотосезон. Сотрудники ГИБДД считают, что за долгую зиму навыки виртуозного вождения двухколёсных железных коней могли несколько притупиться. Брутальные мужчины в кожаных кортках вместе с ключами от мотоциклов скромно держат в руках яркие памятки и, как выпускники автошкол, внимательно слушают сотрудников управления. Цель встречи – безопасность дорожного движения. Я говорю, человек взрослый, мне уже 49 лет, будешь 40, езжу на двухколёсах с мотором. Одесское быстрое у меня только категория А. В этом году выехал 1 марта. Диалог получился дружелюбным и конструктивным. Помимо статистики ДТП, участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы. Например, порядок и условия постановки на учёт транспортного средства или правовые аспекты деятельности сотрудников госавтоинспекции. Мы достучались до мотоциклистов. Ну а как будет развиваться в дальнейшем ситуация, покажет только время, потому что мотосезон только получает своё открытие. Радует, что сегодня представители мотосообществ, пожалуй, радеют за безопасное движение даже больше автомобилистов. Остается надеяться, что в новом сезоне не будет движения между полос, превышение скорости и перестроение бесповоротников. В середине 19 века весь Лондон следил за скандалом, связанным с нашумевшим судебным процессом. Речь шла о наследстве лорда Джеймса Тычборна, который после своей кончины оставил без вести пропавшему сыну миллионы. Дело в том, что в 1854 году некий Кастро объявил себя тем самым пропавшим богатым родственником, обманув полуслепую мать, десятки свидетелей, врачей и знаменитых лондонских адвокатов. Представьте себе, уже тогда обман мошенника могли раскрыть его отпечатки пальцев. Почти полтора века дактилоскопия является краеугольным камнем криминалистики. Сколько не спорили учёные всего мира, пришлось смириться с тем, что оригинальный рисунок на пальце не стирается, не стареет, не изменяется и не повторяется. Впервые метод дактилоскопии применили британские полицейские. Было это 18 апреля 1802 года. Очередной бедолага загремел в тюрьму за кражу и сам того не подозревая здорово послужил науке. Год назад именно дактилоскопия помогла задержать убийцу, который сбежал из тюрьмы 56 лет назад. В истории бесчисленное множество примеров, когда отпечатки пальцев рассказывали куда больше, чем все улики вместе взятые. Но у истоков экспертизы стоял вовсе не криминалист, а бухгалтер. По долгу службы англичанину Уильяму Джеймсу Гершелю, который в то время работал в Индии, постоянно приходилось иметь дело с финансовыми документами. Но индусы, рисовавшие в ведомости за корючку вместо подписи, в силу своего менталитета не чувствовали себя чем-то обязанными. Они напрочь игнорировали магическую силу розчерка под любыми финансовыми обязательствами. В первое время финансист никак не мог понять, почему ему постоянно не хватает денег на выдачу денежного довольствия. Оказалось, хитрые солдаты, похожие как две капли воды, приходили за заработной платой по нескольку раз или повторно присылали своих родственников. Тогда-то британец и заставил их рядом с крестиком оставлять отпечаток пальца. Такую подпись мнительные индусы подделывать просто боялись. А Джеймс Гершель на досуге разглядел, что все узоры принципиально разные. Только тогда впервые возникла мысль с помощью дактилоскопии наконец навести порядок в местной тюрьме, где закоренелые преступники часто выдавали себя за мелких хулиганов и уходили от наказания. Самое интересное началось, когда злодеи начали бороться с природой и всеми способами пытались избавиться от своих популярных линий. Впервые в 30-е годы 20-го века на это отважились американские гангстеры, члены знаменитой банды «Ма Баркет». Сама «Ма» нашла алкоголика-хирурга Джозефа Моррена. Именно он в старом заброшенном доме и сделал операции Фреду Баркеру и Карпису. Злодеи вопили на все голоса, когда в стельку пьяной светило науки без анестезии срезал кожу с кончиков их пальцев. Самое обидное, что все страдания оказались напрасными. Не прошло и трех недель, как популярные линии начали восстанавливаться, за что врач Джозеф Моррен поплатился жизнью. Уничтожить узоры на руках пытался и знаменитый гангстер Джон Диринджер. Его подушечки пальцев выжигали кислотой. На время они действительно стали абсолютно гладкими. Но когда в июне 1934 года бандит был застрелен агентами ФБР, и его труп тщательно изучили, выяснилось, что узоры никуда не делись. Правда, один сюрприз криминалистов все-таки ждал. В Миннесоте убили известного злодея, и его отпечатки оказались абсолютно непохожими на те, которые хранились в картотеке ФБР. Бандит поступил хитро. На каждом пальце сделал крошечные надрезы и тем самым кардинально изменил узоры на руках. Правда, и тут криминальным изобретателям пришлось признаться. Если бы гангстер пожил подольше, его отпечатки пальцев снова приняли бы исходный вид. С тех пор жестокие и болезненные эксперименты с дактилоскопией прекратились. Почему-то во все времена рукам придавалось особое значение. Они лечат, успокаивают, согревают и с головой выдают своего владельца. В Японии, например, 88-летний юбиляр дарит родственникам по листку бумаги со своим отпечатком. У нас обычно наоборот, в доме хранятся отпечатки детских ладошек. Криминалисты, конечно, не так романтичны, но порой именно они обладают самой точной информацией, а владельцы тех или иных пальчиков. КГБ потратил на поиски этой неуловимой женщины больше трех десятилетий. Она шел почти случайно. Некий гражданин Парфенов, собираясь за границу, подал анкеты с данными о родственниках. Там-то среди сплошных Парфеновых в качестве родной сестры почему-то значилась Антонина Макарова по мужу Гинсбург, а в народе самая страшная женщина сороковых – тонька-пулеметчица. О чудовищных деяниях тоньки-пулеметчицы советские следователи узнали сразу после освобождения Брянщины. В братских могилах нашли останки около полутора тысяч человек, но личности удалось установить лишь у двухсот. Допрашивали свидетелей, проверяли, уточняли, но на след женщины-карателя напасть не могли. 33 года после победы эту женщину звали Антониной Макаровной Гинсбург. Она была фронтовичкой, ветераном труда, уважаемой и почитаемой в своем городке. Ее семья имела все положенные по статусу льготы – квартиру, знаки отличия круглым датам и дефицитную колбасу в продуктовом пайке. Муж у нее тоже был участник войны с орденами и медалями. Две взрослые дочери гордились своей мамой. На нее равнялись, с нее брали пример. Еще бы такая героическая судьба – всю войну прошагать простой медсестрой от Москвы до Кёнигсберга. Учителя школ приглашали Антонину Макаровну выступить на линейке, поведать подрастающему поколению, что в жизни каждого человека всегда найдется место подвигу. И что самое главное на войне – это не бояться смотреть смерти в лицо, если бы они только знали. Бесследно затеряться на несколько десятилетий палачу в юбке помогла вовсе не смекалка, а банальная ошибка местной учительницы. В первом классе из-за стеснительности Тоня не смогла вслух сказать свою фамилию. Кто-то из детей крикнул «Да Макарова она», имея в виду, что отца Тони зовут Макар. Так ее и записали почему-то во всех документах сразу. Ее могли схватить в 43-м, но Тоньку откомандировали на лечение от греха подальше, чтобы не заразило бойцов. Почему же она предпочла советским партизанам фашистов? Кем видела себя Макарова неизвестно, но на фронт она пошла добровольцем. И в 19 лет попала в страшную мясорубку вяземского котла. После тяжелейших боев в полном окружении из всей части рядом с молодой санитаркой Тони оказался лишь солдат Николай Фичук. С ним она и бродила по местным лесам, пытаясь выжить. Правда, партизан не искали, к своим пробиться не пытались. Кормились чем придется, порой воровали. Солдат Тони не церемонился, сделал ее своей походной женой. Да она и не сопротивлялась. Только когда оборванная парочка вышла в деревню, Фичук признался, что поблизости живет его супруга с двумя детьми. И пора Тоньке самой о себе думать. Местные женщины сначала жалели беглянку, но вскоре поняли, что она то и дело норовит затащить мужчин на чердак. Такая гостья была никому не нужна. Блуждания Тони Макаровой завершились в районе поселка Локоть на Брянщине. О том, что она стала официальным лицом, палачом с окладом в 30 немецких марок со своей койкой, Макарова узнала после очередной попойки. Накануне полицаи вывели пьяную даму легкого поведения во двор, положили за станковый пулемет Максим и приказали стрелять. Даже сами каратели не могли предположить, как легко она будет убивать людей. Очевидцы вспоминали. В камеру вмещалось по 27 человек. Распорядок дня Антонина Макаровой был таков. Утром расстрел этих несчастных из пулемета, добивание выживших из пистолета и чистка оружия. Вечером шнапс и танцы в немецком клубе. Ночью любовь с каким-нибудь смазливым немчиком или на худой конец с полицаем. Это чудовищно, но больше всего Макарова переживала из-за дырок от пуль на одежде убитых. В качестве поощрения ей разрешали забирать любые понравившиеся вещи своих жертв. Слухи о женщине-палаче, тонке пулеметчице, тонке москвичке поползли по округе. Местные партизаны даже объявили охоту на палача. Однако добраться до нее не смогли. Второй серьезный поворот в ее жизни случился в 43-м. Красная армия двинулась на запад, приступив к освобождению Брянщины. Но к этому времени любвеобильная и безотказная Макарова успела заработать такой букет неприятных болезней, что ее немедленно отправили в тыл, дабы уберечь германских солдат. И снова необъяснимое везение. Уже в советском госпитале Антонина Макарова легко достает документы, свидетельствующие о том, что все это время она была трудолюбивой санитаркой и спасала наших бойцов от верной смерти. В 45-м один из молоденьких солдат сделал девушке предложение. Тогда-то женщина-палач Антонина Макарова и превратилась в заслуженного ветерана Антонину Гинсбург по мужу. Мать двоих детей, передовик производства, фото на доске почета, минимум алкоголя по праздникам. Как такую не уважать? И любящий муж, видевший только эту сторону медали, никак не мог понять, за что спустя 30 лет после войны его супругу таскают под опросом. Фронтовик требовал освобождения жены даже в ООН, грозил жалобой самому Брежневу. Когда ветеран узнал детали обвинения своей возлюбленной, то постарел за одну ночь. Семья, не задумываясь, отреклась от Антонина Гинсбург и переехала. Зловещая ирония судьбы. За ней пришли, когда она полностью растворилась среди миллионов немолодых советских женщин. Ее вызвали в Собес для оформления каких-то бумаг, но за окошком под видом работницы учреждения сидела свидетельница событий в локте. Она не отпиралась и все списывала на время. Такая была работа. Кто стоит под прицелом ее пулемета, Макаровой было наплевать. Досадовала, что с первого раза не всегда попадала по детям. Те из-за маленького роста были ниже линии огня. Приходилось стрелять прицельно. 1978 год в Советском Союзе был объявлен годом женщины. Антонина Макарова была почти уверена, спустя столько лет суд проявит снисхождение. Ведь в роли образцово-показательного ветерана она была значительно дольше. Но полторы тысячи убитых ее рукой людей перечеркнули все прошения о помиловании. 11 августа 1979 года в 6 утра приговор в отношении Антонина Макаровна и Гинсбург был приведен в исполнение. Это все, о чем мы успели рассказать. Впереди еще одна волна выходных. И я желаю провести их в первую очередь безопасно. Не попадайте в криминальные сводки. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин